Согласно обнародованному исследованию Еврокомиссии, пенсионеры Эстонии и Латвии выделяются среди всех европейских стран частотой относительной бедности пенсионеров. Даже, например, болгарские пенсионеры, некогда считавшиеся едва чуть ли не беднейшими в ЕС, теперь считаются более состоятельными. Впрочем, и без исследований мы понимали, что наша потребность в различной социальной поддержке увеличилась за эти годы в несколько раз. Мы видим, как продовольственный банк раздает нуждающимся в два раза больше продуктов, чем в прошлом году, и как на центральном рынке появился специальный продуктовый шкаф, где все желающие могут или оставить, или взять необходимые продукты. И таких примет немало, но, пожалуй, самая наглядная из них – это очередь, где в дождь и ветер люди ждут, чтобы получить бесплатную еду. И, к слову говоря, эта очередь не столько сокращается, сколько, по словам стоящих в ней людей, увеличивается. У меня дети, они всегда ждут, когда я что-то принесу. Достаточно часто тут что-то вкусное бывает, необычное. Ну, например, бывает, мои детки ждут что-то такое из йогуртов, бывает сыр с плесенью, какая-то рыбка любимая, тот же лосось. Ну, то, что не всегда можем позволить себе купить, например. Количество живущих на прожиточный минимум в Таллине увеличилось в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Справедливости ради все же отметим, что половина этого прироста приходится на счет военных беженцев. Однако другая эта половина – это наши постоянные жители, которые не выдерживают роста индекса потребительских цен. Исследования банков показывают, что за год потребительская корзина подорожала на 24%, а среднемесячная брутозарплаты за год увеличилась только на 10%. Другими словами, так или иначе, всем нам приходилось идти на урезание расходов. Так что такие последствия инфляции и рост цен люди уже ощутили на себе. На повышение цен очень плохо, потому что стало меньше средств, ну, меньше возможностей. Стали реже ходить в театры, стали реже покупать вкусную еду. И носим то, что было, а не то, что хочется. Больше всего от экономического кризиса пострадали люди пенсионного возраста. Можно только догадываться, как нынешняя ценовая ралли отразилась на наших одиноких пенсионерах. Я живу одна, и у меня никого нет. И теперь мне приходится покупать только то, что дешевле всего. И в магазине я стараюсь покупать такие продукты, которые стоят дешевле двух евро. Таллинн, в свою очередь, старается помочь пенсионерам всеми возможными средствами. Так, например, районные управы раздают одиноким пенсионерам продуктовые пакеты. Все чаще поговаривают, что государство запланирует выдачу продуктовых талонов по аналогии с ваучерной системой, с помощью которых нуждающиеся в будущем смогут сами выбирать товары в магазине. Но пока это слухи, и к талонной системе никому возвращаться не хочется. Сергей Овченков, Кристина Кронстром, Андрес Лорант, Новости Таллина.